Никто никогда не снимал у меня дома. Мы расстались, мы очень долго про это никому не говорили, и у меня начались другие отношения. А тебя мама всегда поддерживала в каких-то... Ты знаешь, нет. Все совещались, старички, выступать им или не выступать на одной сцене с Верой Полосковой. Я начинаю отъезжать, терять сознание на улице. Узнаю, что тогда было 6,5 недель. Сердечко уже бьется. Для поведения я не наговариваю домашню. Мы этого ребенка никому в обиду не знаем. Кто-то знаешь, знаешь, что ты нарядная. Это Борис Пастернак, прижизненное издание. Я хотела стать стюардесса, чтобы путешествовать. Люди любят взглянуть за край, обвалиться в небесном тилле, а вообще идти работать. Что этого придерживали? Оказывается, я не была ребенком, которого никто не хотел. Посожидает много открытий и обретений. Друзья, командировки – это неотъемлемая часть моей жизни и жизни моей команды. Планирование, составление графиков, бронирование отелей и билетов. И это все может быть значительно проще с One, Two, Trip for Business. Иногда наши выезды бывают спонтанными. Мы часто гонимся за героями. И на организацию командировки для всей команды остается экстремально мало времени. В онлайн-сервисе One, Two, Trip for Business можно одновременно забронировать для себя и ваших сотрудников авиаперелеты, железнодорожные переезды, проживание без посредников и переплат, а также организовать трансферы по России и за границей в любое удобное время. Для меня есть несколько важных плюсов. Никаких проблем с бухгалтерией, поддержка оператора 24 на 7 и никакой абонентской платы. А самое главное – сокращение расходной части. Можно сэкономить до 30%. Очень удобно, что у One, Two, Trip for Business есть приложение, и вы можете выполнить все действия по организации поездки с своего телефона буквально двумя кликами. А тратя определенную сумму в месяц, можно ее вернуть бонусами в зависимости от уровня программы лояльности. Так что, друзья, если вы прямо сейчас думаете об организации командировки, попробуйте сервис One, Two, Trip for Business и поймете, насколько это удобнее и экономичнее. Ссылку прикрепляю для вас в описании под этим видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это впервые у нас так. У нас с Верой все наоборот получилось. Обычно мы приходим в гости, она мне сказала, что поехала за ту салон красоты. А она меня тоже разбудила, я проснулась. И думаю, еще 15 минут. И потом, смотри, кто-то звонит. И я понимаю, вот с Верой всегда все ровно наоборот. Светлана Витальевна. Светлана Витальевна. Проходите, пожалуйста. Что ты перепутаешь ни с кем? А вы понимаете ли, что вот... Сереже, привет. Привет. О, я все тебя встречаю. Я все равно тебя не переплюну. Ребенка нельзя переиграть в кадре, господи. Я, видишь, поехала даже, накрасилась специально. А ты все равно меня лучше. Ну что, дорогая, плевые. Нет от радости. От радости. Спасибо большое. Вы это уже все снимаете? Да, мы все снимаем. Здравствуйте. Я Вера. Все сняли. Я пишу книжки. Рада познакомиться. Все снял-то. Вера, еще, смотри. Мне кажется, что так как ты любишь Индию, значит, ты любишь йогу, мне показалось. Да. Это фанни-студия, сертификаты на походы на йогу и на пилатес. Буду очень рада, если ты можешь сходить в индивидуальную группу, поможешь сходить со мной в групповую. Если как захочешь, так и пойдешь. Спасибо огромное. А теперь я тоже переоделась в платье, потому что мне нужно соответствовать молодой кинозвести. Ты знаешь, да, что ты нарядная. Ты сразу по-другому как-то, по-другому. Никто никогда не снимал у меня дома, потому что я жила в такой унглой квартире, что туда не хотелось вообще и самой-то возвращаться, не то что с камерами. А тут мы переехали, и стало так светло. Тут, правда, совсем другое фен-шо, и мы очень радуемся этому. А вы давно переехали сюда? Мы переехали в марте, сразу после моего дня рождения. И началась другая глава моей жизни. Да! Такое же третье, седьмое. Такой хохоток, она не понимает, что смешно, но на всякий случай… Оп! Ты переехала в эту квартиру, и здесь все случилось по-другому. А ты знаешь, что в этой квартире есть ощущение, что это твоя квартира давно уже. То есть тут… Да, да, да. Мэя, ты знаешь, мы первый раз к этому подошли осознанно, и мы позвали замечательную женщину, у которой очень сложная и святая профессия. Она организует пространство. Человек, который хранением занимается, человек, который помогает сортировать, очень с тобой серьезно выясняет, что тебе нужно, что не нужно. Мы когда переезжали, мы выкинули, наверное, треть всего, что у меня было в доме, потому что я не наследственная, я коплю вещи и очень с трудом их отпускаю потом. У меня тоже с вами. И у меня прямо ко мне пришла прекрасная Таня, пусть она знает, что я ее люблю и хвалю. И она приходила шесть раз, и мы целые сутки разбирали коробки. Это еще когда ты жила в старой квартире? Нет, здесь коробки разбирали, чтобы все вошло и все заняло свое место и никуда не рассыпалось. Но мы еще чуть-чуть не доделали. И это очень тяжелый труд. Я этим занималась в той квартире. Переехала и занималась еще шесть раз здесь. Это чисто психологически. Ты прямо видишь, насколько тебе тяжело. Переставаться. Даже если ты знаешь, что ты никогда этим не воспользуешься, что оно лежит несколько лет, что это просто как бы ты отбываешь повинность перед человеком, который тебе это подарил, и тебе это когда-то не подошло. Даже если этих вещей уже столько, что они съедают воздух, ты все равно прям не можешь. У нас в разные благотворительные организации уезжало каждые два дня по несколько мешков огромных. Потому что ну просто... Плюс трое детей, они все время вырастают из чего-то. Ну они что-то донашивают друг за другом. Да, они друг за другом. Вот она уже носит курточки яркие своего старшего брата. Платиться нет. Платиться первый раз в моей жизни. Никогда не думала, что доживу до платьиц. Есть моя любимая книжка «Виной задуванчиков». Угу. Читала, конечно. Помнишь, там есть бабушка, которая выходит к детям показать свои детские фотографии, расческу, зеркальце. Ей 72 года. И она говорит, а когда ты, когда я была как вы, я там была вот такая-такая, они на нее смотрят и говорят, ты никогда не была как мы. Она говорит, смейслер начинает плакать. Я была маленькая, у меня тоже было платьице, зеркальце, расческа. Я хочу, чтобы вы мне поверили. Нет, нет, это все не твое. И она в какой-то момент, вдруг ее, я прям рассказываю. Мурашки ее меняют. О. И она понимает, что она, у нее она похоронила мужа, и она живет в прошлом уже очень давно. И она в этих своих зеркальцах, расческах, старых фотографиях просто там на самом деле осталась. И он ей снится и говорит, слушай, зачем тебе это все? Ты хочешь им доказать, что ты тоже была маленькой девочкой? Ты это знаешь. Они тебе никогда не поверят. И она это все стаскивает на задний двор, поджигает, и они к ней днем приходят и говорят, а где вот эти вещи, которые ты взяла у другой маленькой девочки и выдавала их за свои? Она говорит, нет, нет, их уже нет. А сколько тебе лет? 72. А сколько тебе было 50 лет назад? 72. Сколько тебе будет через 50 лет? 72. Я просто это когда историю вспоминаю, я понимаю, что иногда пространство решает за нас. И это иногда ужасно больно. Вообще, это просто иногда бывает очень люто, когда ты что-то теряешь супер ценное, но… Причем это не финансово ценное, эмоционально ценное. Конечно, эмоционально ценное, конечно. А так вот нет, 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 нет. Как же иногда сложно сделать выбор даже в простых вопросах? Что же говорить о сложных? Вот почему я ценю универсальные вещи, они позволяют не тратить энергию, все успевать и наслаждаться моментом. Вот, к примеру, телефон. Он позволяет записывать интервью, снимать программы света вокруг света, слушать музыку, общаться с друзьями в любой точке мира. Или, например, салонные процедуры в четыре руки, благодаря которым я готовлюсь к важным мероприятиям в считанные минуты. Ужасно приятно, когда бренды и компании заботятся о нашем с вами комфорте. И как же хорошо, что появился продукт, с которым можно быстро и легко решать все финансовые вопросы. Золотая, классическая, карта для путешествий, карта без комиссии. Вспомните, как мучительно выбирали, какую банковскую карту оформить. Или еще хуже. Заводили несколько карточек на разные нужды, теряли их в недрах своей сумки и суматошно жонглировали ими в поездках. К счастью, для меня это суматоха в прошлом. Удобная единая сберкарта заменила для меня все другие карты. Сберкарта не просто универсальна, она подстраивается именно под ваши требования и образ жизни. На основе ваших ежемесячных трат и остатка на счете формируется преимущество, которое порадует именно вас. Чем больше я пользуюсь картой, тем лучшее условие. А еще сберкарта бесплатного обслуживания. Если тратишь месяц 5000 рублей или держишь на счету 20000 рублей. Дает лучшие условия по снятию наличных любой точки мира и оформляется онлайн за пару кликов. И самое главное, моментально активируется. Просто загрузите в любой сервис бесконтактной оплатой и пользуйтесь. Очень удобно и очевидно выгодно. Я первый раз тебя увидела, Вер, как поэтессу, как артистку на концерте. Делал, по-моему, Саш Мамут, если не ошибаюсь. У тебя, наверное, был миллион таких выступлений. Но ты была, поверь мне, я не наговариваю на маму это все. Ты понимаешь, Света, что она считает, что ты пришла брать интервью у нее и разговаривать с тобой. Давай так, дочь, давай так. Ты скажешь Свете все, что ты хочешь сказать сейчас. Да, Риш, это на самом деле момент такой, мы воспользуемся. Ты можешь сказать всю правду. Про маму рассказывать. И потом мы тебя от подпишем гулять. Ну не могу вообще, это все так смотрит на меня. Так, бросила. Давай, рассказывай. А и с танцами нам лучше. Ну ладно, ну ладно. Другие девочки, чем мальчики. Я никогда не думала, что это такой вообще подарочек. Что, во-первых, они такие быстро социальные становятся. Девочки быстрее. Насколько они врубаются во все тонкие взаимоотношения между людьми. Насколько они перенимают манеры, жесты. Насколько они быстрее говорят. Насколько они все... У меня, ну, просто два пацана старших. Они были просто, ну, пирожные с глазами до года. Ну, какие-то такие пузыри. Это будет невозможно. Заберите, ладно? Там уже просто расколбас такой, чтобы не поговорить. Понеслась. Все. Дочь, ты посветила, ты вышла. У тебя был светский выход. Она просто так отрабатывает. Сорок минут первых, ты заметила? Да, она вообще была. Сорок минут. Она на дне рождения моем. На дне рождения. Мне все говорят, не бери ребенка. Ты с ума сойдешь. Она будет рыдать. Она будет бояться. Женщина села в платье. В головном уборе. Ко мне на руки. Всех обошла. Со всеми поздоровалась. Всем, как королева. Знаешь, вот так. Как королева. Всем покивала, поулыбалась. И такая потом... Что-то я... И просто мы ее так аккуратно сложили и отдали ни одного возражения. Это светская девушка. Я уже вижу. Посмотри. Она прям... Я тебя целую. Да, мальчики другие. Мальчики такие как бы игрушки до какого-то момента. И это включилось. Все быстро разрулило. С кем про что смешно. С кем мы во что про что играем. Это удивительная история. Я же никогда не мечтала ни про какую девочку. Мне кажется, насколько я тебя помню... Вот я не успела тебе рассказать мою историю. Моего знакомства с тобой как с ПТС, как с артисткой. Ты совершенно юная. Я не понимаю, сколько в этот момент тебе лет. Но так как ты, извини, старая душа. То есть ты вроде как юная, ты ребенок. А то, что ты транслируешь, вообще... У меня в голове все сломалось. Просто я люблю поэзию. Моя любимая ПТС поэта... Марина Ивановна. Да, я ее безмерно люблю. И с ней познакомилась в очень юном возрасте. И полюбила такие сложные ее стихи, как там «Попытка ревности», которая совершенно... Да, обожаемая тоже. Вот я первое стихотворение выучила. Как там, мне было лет двенадцать. С какой перепугой. Ну, ни в школьной программе ее не было. Но вот как-то она мне заходила. И вдруг... То есть я была подготовлена, что так может быть. Потому что ты видишь дата, когда она написала стихотворение. Господи, ей что, было 17 лет она это писала? Или там всегда... Да, 18 лет. И тут вот стоит вот такая же девочка. Читаешь ты свои стихи. Вот я даже помню географию. Вот как это все стояло, темный зал. У меня была еще группа тогда. Группа была. Басист, гитарист. Да, да, да. И ты вот своим голосом этим низким таким каким-то вот читаешь. И это просто, конечно, так зрело, так проникновенно. Но только опять сбой в программе. Откуда этот ребенок что-то может об этом знать? Откуда? Мне кажется, меня точно так же завораживают сейчас какие-то 20-летние люди, которые выходят что-то делать невообразимое в моем каком-то... Не знаю, не в моем поле, но в каких-то смежных музыкантах и так далее. Мне кажется, любое проявление божественного присутствия в другом, оно такое всегда внезапное и поразительное для нас зрелища. Я со стороны вообще не могу оценить. Я очень с большим трудом пересматриваю любые видео со своих выступлений. Мне тяжело на это смотреть. У меня миллион претензий. Мне очень всегда... Ну, как бы... Короче, это мучительно для меня. Я даже интервью свои с трудом потом смотрю. Я вешаю просто и закрываю. Вот. Поэтому мне сложно оценить. Я только знаю, что мне, наверное... Единственное, с чем мне по-настоящему повезло, о чем ты говоришь, это очень рано понять, про что это все и чем мне предстоит в жизни заниматься. И несмотря на то, что мне первую половину жизни все подряд объясняли, что я не имею права этим заниматься, и что я... Ой, у меня такая была. И до сих пор есть целый пул людей, которые тебе расскажут, какой я жалкая, бездарная, вторичная, спродюсированная, спроектированная и так далее. Ну, то есть с самых моих первых лет в соцсетях, еще когда никаких книжек у меня не было и никуда я не собиралась, мне люди объясняли, что мне не место в том ремеслее, в котором я выбрала заниматься. Но это какие-то уважаемые люди. В отцах. У меня только недавно человек в толстом журнале, который решился меня напечатать несколько лет назад, сообщил, какой он подвергся адской критики коллег, что он напечатал это непотребное там что-то, что он рискнул. А другой человек, который мне подарил книжку, которую он собрал совсем недавно на улице, мне признался, что у меня было какое-то выступление в памяти одного поэта советских времен. И как все совещали старички выступать им или не выступать на одной сцене с Верой Полосковой. Типа не зазорно ли им будет выходить на одну сцену с Верой Полосковой. То есть ты для них как папса, что ли, в поэзии? В Севернград, конечно, до сих пор. Господи, это удивительная вещь. Сейчас уже это комикс. Потому что, конечно, когда про тебя в 20 лет выходит разносная статья в какой-нибудь литературной газете, тебя это раскатывает. А статья, которая называется «Кукла», например, о том, что меня выкинут на помойку через год использования. А когда твои публичные такие вещи начались, поступления? В 20. Первое выступление моё публичное было в 21 год. В Лугаковском доме. Да. И сразу вдруг неожиданно много народу пришло. Потому что когда ты… Тут ещё такие первые феномены соцсетей. Когда ты не представляешь вообще, с какой аудиторией ты имеешь дело. Потому что ты просто пишешь дневничок, и ты пишешь его много лет в соцсетях. Ты пишешь предельно. То есть я сейчас перечитываю, я не могу поверить, что мы были такими откровенными. Мы же не знали, что это… Когда-нибудь будет огромная аудитория, что это можно будет использовать против нас, что соцсети будут цитировать СМИ как официальные источники, что будут выдирать из контекста, брать фотографии и так далее. Для нас это было всё невообразимо. Мы вели странички для своих 30 друзей и писали там всё по-честному, с именами, с местами, явками, паролями. И всеми возможными фактами, шутками сальными, всем, что только можно представить. И именно, видимо, за счёт того, что у меня совершенно не было представления о реальных границах, это вдруг за счёт этой своей такой щенячьей искренности обрело большое количество людей. И когда я первый раз решила устроить какое-то чтение публичное, вдруг вместо трёх моих друзей, на которых я рассчитывала в зале, пришло 150 тогда человек. Они не поместились на веранде Булгаковского дома и стояли там где-то за креслами. И меня это так поразил, этот факт. Я помню. Ну и потихонечку как-то сказать тебе честно, я не буду вообще лукавить. Я никогда в жизни не собиралась ни в какие артисты. Я не собиралась в публичные личности. Я точно знала, что как-то моя жизнь всегда будет связана с текстами. Моим пределом мечтаний в 19 лет было стать классным тревел-журналистом. Я хотела ездить и писать об этом в афишу мира условно. Чтобы мне получались спецрепортажи, и я ехала в какой-нибудь буддийский монастырь или какой-нибудь плавучий рынок или что-нибудь ещё. Или в горах какое-нибудь поселение, старое племя какое-нибудь живёт. Вот это было как бы самым классным, что мне было довелось. То, что я когда-нибудь буду книжки писать, что я буду на сцену выходить, что я буду их читать, что это будет оказывать какой-то такой эффект. Это всё как бы... Если бы мне рассказали, я бы никогда... Никогда не память! Посмотри! Просто выйди, ты будешь дефилировать, да? Переодевайся и... Будешь дефилировать. И даже бантик другой, естественно, новый. Конечно, голубой. Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Что вы знали о красных дорожках до этого дня? Ничего! Она, когда не на красной дорожке, она одевается очень демократично. Ну, как все дети. Да, но сегодня у неё, видите... Выход. Осветительные приборы стоят. Мужчины ходят. Мужчины красивые. Я потом была ещё на каких-то выступлениях, где артисты читали тебя. И как-то я вообще поняла, как круто, когда есть возможность послушать автора. Ну, как Бродского. Мы слышим его в исполнении. Это, конечно, ни с чем не сравнимо. И потом очень мало кто может это... Да. Но это не все понимают. Ну, я это серьёзно поняла. Потому что мы привыкли к очень перенасыщенной такой нажимающей актёрской подаче, мне кажется. Ну, в принципе. И когда ты слышишь, как это задумывалось, вот в случае с Бродским, например, он же чистой музыкой занимается. Ну, интересно. Поэтому легко рэперы его забирают. Да. Им интересно именно ритмическая структура. Он не пытается ни с каким выражением специально это читать. Он прям занимается строго как бы песней, которая получилась. И это, ну, конечно, очень круто. Я тоже, когда услышала первый раз, у меня был такой сложный эффект, когда ты себе абсолютно по-другому представлял и голос, и то, как это может быть услышано, произнесено. Мы с Сергеем сейчас были в Петербурге. Нам было интересно. Мы были в музее. Даже не в музее. Это квартира Бродского. Которая комната. Да. Мы там были. Мы прям поставили. А там всё очень становится понятно. Ты когда заходишь туда, ты видишь вот эти полукруглые окна. Да. Вот эти исторические задвижки. Слава Богу. Вот этот вид на собор. Вот это всё. Ты понимаешь сразу, откуда это всё. Античность. Откуда эта любовь к сюжетам. Откуда это абсолютно существование вне времени, когда ты живёшь вроде как в Ленинграде. 60-х, 70-х. А на деле вообще в другой эпохе. Потому что эти все дома остались от… А у него ещё, если ты помнишь, в комнате… Это даже не лепнина. Лепнина. Лепнина такая старая. Старая вот эта. Тяжеловесная. И слава Богу, что она сохранилась. Посолченные потолки. Я тоже зашла. Мне сразу всё стало понятно. Если ты родился в такой квартире, у тебя просто нет шансов… А вот ты родилась. Вот в какой квартире? Как тебя… Я родилась в коммуналке на Малой Бронной. Какой твой дом? Что там сейчас? Какой там ресторан? А что так? А какой там сейчас ресторан? Ну, внизу сейчас на первом этаже этого дома продают какие-то классные мужские костюмы английские. Причём это было фантастическим везением для моей мамы. Моя мама… Тогда ещё, возможно, были такие обмены. Не было понятия центра – не центра. Она свою изолированную какую-то однокомнатную квартиру, удобную, флэткарина поменяла на две комнаты… На… На… На Малой Бронной, да. Но вот с этими потолками. Она была очень страшненькая, убитенькая, как мы себе только представляем. Но я ходила на патриарших прудах учиться ходить, учиться кататься на коньках. Это первые коньки мои были всегда каждую зиму. Мы потом переехали на Большую Никитскую, когда мне было семь. И всё моё детство, когда ты выносишь мусор или идёшь из двора встречаться с друзьями, ты проходишь по… Это задняя стена консерватории. Там кто-то всегда распевается. Всегда какие-то там… Голосати, нора, контральтов. Всё это вот… Люди, которые разыгрываются и распеваются. Рядом с тобой всё это происходит. А ты музыкой не занималась? Я занималась музыкой какое-то время. У меня есть там какая-то база музыкальная. Ну, у меня просто потом началось столько всего. Моя мама, видимо, в какой-то момент растила человека возрождения. Поэтому у меня была хореография. Я ходила в художественную школу. У меня было фортепиано. У меня был столько народный хор. У меня было за несколько лет такое количество всего, что в какой-то момент, мне кажется, это просто к бунту привело. И я оставила себе там… А как ты написала первое стихотворение? Ты помнишь это? Я это даже… Она где-то записана у мамы в записной книжке. Я помню, что я не писала ещё. Но я его придумала. И пришла маме продиктовать. А ты помнишь его? Да. Я не… Ну, я помню, про что оно было. Про что? Оно было про персонажа по имени Воскрес. Потому что я была уверена, что Иисус Христос Воскрес – это один и тот же человек. Что это… А, что это имя. Три имени. И вот Воскрес был владельцем мира. Что-то там ещё… Ну, дети очень религиозно бывают. Что он что-то провозглашал, кого-то спасал. Что… Ну, в общем, он явился для того, чтобы нас всех… Спасти. Да. Просветить. В общем, такой был какой-то текст про Воскреса. Про героя по имени Воскрес. А ты ходил в детстве в храмы? Да. У меня мама очень православный человек. Ну, такое… Знаешь, у нас вообще очень страна такая с сильной примесью язычества. То есть все плюют через левое плечо, в зеркало заглядывают, если опаздывают, ходят там, не знаю, к нумерологам, гадалкам и всяким штукам. Но при этом Пасху там всё вот это вот… Не могу сказать, что это прям… Ну, у неё какое-то такое очень внутреннее такое, очень фольклорное… Ну, то есть она, когда мой сын средний научился у бабушки жесту, который она всегда с моих там… Я её помню, вот всегда с этим жестом на пороге. Савуша, когда крестит меня перед выходом из дома и говорит, «Храни тебя Бог», вот он, «А не тебя Бог», он говорит. И вот бабушка так делает до сих пор всю свою жизнь. Каждого, кого она провожает из дома, она крестит и говорит, «Храни тебя Бог». Такого, ну, не должно было быть. Ну, при этом, опять, Инстаграм творит чудеса, и мы с тобой последние 10 лет, может быть, редко видимся, когда видимся в реальной жизни, очень радуемся, бежим опять в разные стороны, потому что всё как-то мимоходом. Но друг за другом следим. Я тебя очень люблю. Ты одна из таких героев в моей соцсети Инстаграм, когда я думаю, кого бы я хотела сейчас посмотреть. Я с тобой путешествовала по Индии, рожала с тобой твоих детей. Правда, меня вот потом в какой-то момент и выпадало, видно, когда ты более активно там занимался или детьми, но ваша жизнь, ну, уже бывшим мужем, но отцом твоих детей, она меня очень захватывала, я всегда думала, как же люди круты, вот мне нравилось. – Временские музыканты. – Временские музыканты. – И едут, и кого-то рожают. – Да, рожают по дороге. Это меня так восхищало. – Мне тоже нравилось. Такая правильная богема, вот извините, потому что ты всё-таки творческая личность, видно, что за этим такая и насмотренность, осознанная начитанность, но и при этом абсолютно лёгкость бытия. И я даже когда-то сегодня сказала, что у тебя многое было чего выбросить, ты создаёшь впечатление человека без багажа. – Который с одной сумочками путешествует. – Да, но это ведь не так. Но это к счастью, потому что я всё-таки человек в определённом смысле приземлённый. Когда уже есть дети, хорошо, когда есть… – Вот за тьми, конечно, ты обрастаешь вещами мгновенно. – Я успела тебе сказать, я в детстве хотела писать про путешествия, чтобы путешествовать, правильно? – Да, конечно. – А я хотела стать стюардессой, чтобы путешествовать, понимаешь? Я думала, кем я должна быть, чтобы увидеть мир? Но я никогда не писала, поэтому для меня выход был стать стюардессой. В каком-то смысле мы живём теперь в самолётах, у нас всё сбылось. У нас был такой предмет – теория коммуникации, который вёл внук декана факультета журналистики, Ваня Засурский, может быть, ты его знаешь. Он удивительный был преподаватель, потому что он отличался от всех кардинально. Это был такой человек нового времени, очень молодой. И зачётом на его предмете было написать, кем ты собираешься стать. Чтобы ты сдал этот зачёт, ты должен был подробно написать ему письмо о том, кем ты собираешься работать в выбранной профессии. А я уже к концу журфака знала, что я журналистом, скорее всего, не буду работать. А я ещё училась на отделении художественной критики. И то, что я критиком не буду, это я знала прямо с первого курса. Мне просто нравилось, что у критиков было огромное количество подкурсов, которых не было ни у кого другого. История оперы, история костюма, история кино, история того, история сего. Нам нужно было ориентироваться в куче ещё других сфер искусства, чтобы быть критиками. И это мне страшно нравилось слушать. Но представить себе, что я буду приходить в кино и писать потом, ну, это не лучшая работа этого режиссёра, от которого мы ждали больше, я уже точно знала, что это вообще мне не подходит, что я буду, скорее всего, с другой стороны. И так и вышло. И я ему написала, мне было 19, я написала «Ваня, вот знающие люди говорят, что я владею словом, но кем я стану? Я в упор не знаю. Я хочу путешествовать, я, возможно, буду писать короткую прозу, мне нравятся соцсети, не знаю, что будет с соцсетями, но вот хотелось бы там что-то». И я ему написала такое суперчастное письмо, и он мне так классно на него ответил, что «У вас уже всё, в принципе, есть». Я прочитала в этом письме, что «Ничего не бойтесь, всё как-то так у вас будет». Ну, это были первые имейлы, и он мне ответил по имейлу, я потом цитировала, я потом перечитываю это письмо. Конечно, если бы мне в 19 рассказали, что будет какой-то момент, что я выхожу на сцену, где там, не знаю, 2000 человек пришли по билетам послушать то, что я написала, ну, я бы не поверила, конечно, никогда бы такого не было. – Вера, ты можешь прочитать своё стихотворение нам сейчас? – Про что тебя прочитать? – Про любовь, конечно. «Она третий год меня выпустит, я приду проникнуть к твоим воротам. Тебя кликнет охранник, ты выйдешь и спросишь, кто там? Мы рискнем говорить, если б… «Говорили ожог и лёд, не молчали бы чёрт и ладан, есть порядок вещей, увы, он не нами задан, я боюсь тебя, а я мертвее внутри, как от ужаса или чуда. Столько людей, почему все смотрят? Уйдём отсюда». Кончилась моя юность, принц, дикий лебедь, моя всесильная, огневая, я гляжу на тебя по контуру в огневая. Здорово, что тебя не задев и пальцем обходят годы. Здорово, что у тебя, как прежде, нет мне ни милости, ни свобода. Я не знаю, что вообще любовь, кроме вечной жажды, пламенем объятым лицом лечь в снег этих рук однажды. Есть ли у меня ещё смысл, кроме гибельного блаженства, запоминать тебя, чтобы узнать потом по случайной десятой жеста? Дай мне напиться воздуха у волос, и я двинусь своей дорогой. Чтобы сердце не взорвалось, не касайся меня, не трогай, сделаем вид, как принято у земных, что мы рады встрече. Как-то простимся, пожмём плечами, уроним плечи. Если тебя спросят, зачем ожог приходил за льдом, не опасно его играли. Говорит, что так собран мир, что не мы его собирали. Всякий завоеватель раз в год выходит глядеть с досадой на закат, что не взять ни хитростью, ни осадой. Люди любят взглянуть за край, обвариться в небесном тигле. А вообще идите работайте. Что это вы притихли? У меня сижу, и я, значит, мюрашки. А Серёжа еще хлопает. А Серёжа еще хлопает. Очень интересно. Это же люди делятся на людей, которые очень любят поэзию, которые просто знают, что есть хорошая поэзия, но спокойно. Вот у меня мама, она любит Островского, Тургенча, Чайковского, слушает. Всё, такая интеллигентная женщина. Поэзия? Вообще не её. Папа, что ты ему, какие книжки подбрасываешь? Буковского. Очень круто. Открыл Сибирь. Он говорит, какая хорошая. Пелевин, мой папа, слушает рэп. Папе за 70. Папе 71, слушает рэп. Вот ему нравится каста, допустим. Представляешь, это папа. Какой хороший вкус. Да. Папе привет. От меня лично. И при этом он как раз и принес домой Цветаеву. Для моей мамы, у мамы была, вот насколько мы можем представить, нищая юность. И для неё книжки, это была просто религия. Она собирала книжки, как вот люди иконы некоторые собирают. Она рассказывала, что она запрещенные книжки, типа доктора Живаго, носила под ремнём. И шла, обмирая с вытраченными глазами, чтобы её не обыскали, не нашли. И куча всего она мне показывала. На меня огромное впечатление произвели её коллекции вот этих самых издатовских сшитых книжек, которые они перепечатали. Знаешь, четыре копии брала копирка. Они перепечатывали и друг другу раздавали. Они сохранились? Да, они есть у мамы, они все у неё лежали. Это человек, который читал молитвенно просто. То есть была такая лютая жизнь, что она спасалась. Она познакомила меня с Цветаевой первой в 9 лет. Я взяла с собой книжку в Крым путешествовать. Мы поехали. И у меня совпало просто, у меня абсолютно случилось совпадение. Потому что молодая Цветаева, это же Волошин, Крым, молодой Серёжа. Да, Аля только родилась. И вот это всё у меня... Я прям в этих декорациях всё это увидела. Она мне давала читать очень какие-то небанальные детские сказки. Ну, одна из моих любимых книжек был «Лаймин Фрэнк Баум». «Страна Оз», но не в пересказах Волкова, а настоящая, которая прям очень другая такая, очень другая. Ну, я не знаю, как описать. Там, в общем, неадаптированное всё. Она мне очень много читала. Мне очень повезло. Не было соцсетей. Невозможно было подписку на Netflix оформить и показывать ребёнку весь Pixar неделю подряд. Просто единственный способ, который можно было развлечь в поезде, там, не знаю, в такси, не знаю, в очереди в стоматологию, это читать ребёнку бесконечно. «Мамочка, спасибо тебе большое, что тебе хватило сил на это. Знаю, что ты порадуешься, если я это отмечу». «Мамочка». «Я здесь». «Ну, на самом деле, если…» «Мне все спрашивают сейчас…» «У меня вот читает Федян уже довольно так резво. Ему 6,4». «Это можно привить, ты считаешь?» «Только если вы читаете сами?» «Сами». «Если вы в любой свободный момент шарики лопаете в телефоне, то ваш ребёнок будет стремиться шарики лопать в телефоне, потому что они не знают, что хорошо, что плохо. Они знают только то, что вы делаете. Я всё время вспоминаю в этот момент своего друга одного юности, который курил одну за одной, и своему ребёнку говорил «Ни в коем случае этого никогда не делай!» Понятно? То есть вот… «Ну, как ребёнок делает?» «Так не работает, как бы, нет. Это не работает. Это создаёт абсолютно систему страшных двойных посланий в голове у ребёнка, потому что, ну, а как это? Поэтому только читать самому, мне кажется… Вот Федян прям пристраивается. У меня есть…» «А что он читает?» «Он очень любит серию Свена Нуртквиста про Петцина и Финдуса. Он знает все сказки про Петцина и Финдуса. У меня вообще маленький пунктик на датчанах». «А ты нам покажешь эти книги?» «Конечно. Ты можешь… Мы в этот момент должны зайти в детскую просто и показать кое-что. Пойдёмте». «Раз. Вот эта серия самокатов вся. Вот весь Петцин и Финдус. Вот мой любимый Олег Григорьев. Вот всякие мифы. Вот путешествие Нильса с дикими гусями. Вот Карл Чапик. Вот ещё один большущий книжный шкафчик, где вся, например, вся серия издательства «Игмонд», которая называется «Пёстрый квадрат» с очень смешными сказками для детей. Моя самая любимая детская книжка, которая называется «Ребёнку Василию снится». Её написала моя любимая подруга Шаша Мартынова. Маша Рупасова, которая стала прекраснейшим детским поэтом прямо на моих изумлённых и счастливых глазах. Сказки о колбаске? Да, сказки о царе колбаске. Он – это царь. Вот. Это всякие сотни динозавров. Это всякие маленькие… «Собака-пёс» – очень классная книжка. «Лампёшка». Вот она. Даниэль Пинак. Офигенная книжка. Очень трогательная. Лет на восемь. «Лампёшка». Ещё одну посоветую книжку, которую написала, знаешь, такую поэтессу, которая со мной одновременно возникла и прогремела. Аля Кудряшева. Она написала детскую книжку, которая называется «Нестрашные коты». Посвятила своей дочке Тине. Это такая крутая детская поэзия. Это же такая… Это праздник. Это праздник для читающего родителя, которому очень быстро надоедает всё читать. Вот мой шкафчик. Вот, например, два подарка на день рождения главных. Моих выглядит так. Марина Цветаева, изданная в Париже. А это ещё не открытое, а из чистого трепета. Это «Борис Пастернак. Сестра. Моя жизнь. Прижизненное издание». Представляешь? Фантастик. Я очень люблю книжки. Вдруг я поняла. Давайте сделаем программу про это. Про книжки? Книжки радуют меня всегда. Даже если я понимаю, что мне некуда их больше ставить. Даже если у меня там ещё два неразобранных шкафа с короткой. Ну почему? Я говорю, что тут есть место. Я всё равно самый классный подарок, которым мне нужна эта книжка. Я очень старомодный человек. Благодарю. Благодарю. Ты знаешь, она неплохая. Я за неё отвечаю. Она писала 7 лет. С ней у меня вышел самый длинный период каких-то попыток её закончить. Там несколько прощальных стихотворений есть, сложных финалов на протяжении книжки, когда ты пытаешься уже её отпустить, как-то закончить, закрыть. А как они собираются в одну книгу? Это всегда, ну в случае поэтическом, это всегда какой-то огромный, чисто биографический отрезок пути. А там всегда что-то очень личное. Она не может закончиться. Да, конечно. В моём случае вообще это дневники, мне кажется. Она не может закончиться, пока этот период жизни не… Продолжается. Да, пока этот виток ещё идёт. Ты можешь что угодно делать. У тебя просто по срокам не получится её издать, пока эта капсула не будет завершена. Она не отольётся в какое-то отдельное уже от тебя произведение. А вот, наверное, я сейчас, кстати, проведу параллель. Наверное, у Земфира поэтому так долго… Эти циклы непредсказуемы. Непредсказуемы. И в случае с нами ничего невозможно обещать. Вот что самое сложное. Мы с издателями договаривались, что мы её издаём каждый год. У меня предыдущая книжка вышла… Сколько у тебя книг? В тринадцатом году. Представляешь, взрослая. То есть взрослый сборник, между ними был детский ещё. Самая популярная моя книжка – это детская. Она переиздавалась девять раз. Общим тиражом, мне кажется. Под шестьдесят тысяч экземпляров. Когда мне говорят, вы знаете, Вера, вы со мной были в самые чёрные дни, в самых страшных эмоциональных ямах. Я вас слушала. Вот когда настоящее бедствие, вот вы меня вытаскивали и так далее. Я говорю, вы знаете, вот теперь у меня есть вам что ответить. У меня есть ответственный ребёнок. Это книжка чисто про праздник непослушания, про каверзы, про подвиги, про всякие там глупости, которые дети делают. И тут вот я вас буду сопровождать не только в самые чёрные дни, я надеюсь, а вы прям посмеётесь. Вот, а эта собиралась семь лет и собралась в такую… В ней сто текстов, можешь себе представить. Это прям целая отдельная, мне кажется… А вот как они собираются? Знаешь, вот Серёжа, он композитор-музыкант, он пишет музыку. Для меня это загадка абсолютно. Да, для меня тоже. Я так восхищаюсь людьми, которые пишут музыку. А у Сергея, вот у него как раз, когда мы только познакомились, он говорит, «Света, ты случайно тексты не можешь придумывать?» А я говорю, нет, конечно. Чтобы песни придумали? Ну, чтобы да, что-то… Я говорю, нет, абсолютно… Ах, нет, с автором. Нет, ну правда, такой. Я говорю, а нет, а я ему сказала, я говорю, «Серёжа, если не научишь меня снимать, то у нас нет шансов». В итоге он научился, а я тексты так и не пишу. Но я помню, что Серёжа говорит, я понимаю, как музыка рождается, но как человек пишет тексты, я вообще не понимаю. Да, наоборот. Вот. Меня совершенно восхищает… Ну, вот меня восхищают два типа восприятия реальности, как художники воспринимают её. Для них всё это – просто набор цветовых пятен и ритмическая организация орнамента вокруг нас. Мы никогда не сможем так воспринимать. Они видят в потёртой штукатурке… Красоту… И какой-то фактуре, какой-то битой новый холст для того, чтобы с него начать. Это меня всегда просто… Я вот, когда… У меня есть несколько знакомых, которые художники настоящие, это меня просто замораживает на месте, потому что мне не хочется никуда уходить. И композиторы. С музыкантами у меня ближе отношения, и мне это понятней, потому что, ну, всё равно это о ритме как бы, о том, как ты расставляешь некоторые границы внутри, да, тела, произведения. Вот, но всё равно музыка… У меня всего, мне кажется, одна в жизни песня написана, её исполняет Светлана Сурганова, она называется «Гертруда». Твоя? Да. Я предлагаю нам с тобой пойти в сторону парка. Мы такие, Серёжа, вчера я говорю, ну да, вот давай, я говорю, давай самое прикольное, прям вот хорошая погода, пикник. А наш Саша, который знает, что мы всегда берём или вино, или шампанское, говорит, а что вам взять, я говорю, ну вино или шампанское, или другой. А ты ещё все говорит, а вдруг Веру кормят? Я докормила не так давно. Я правда, ну в этот раз почему-то быстрее всего, потому что уже начались у меня большие разъезды и гастроли, и в какой-то момент оно закончилось само просто. Первый раз в жизни мне не нужно было ничего выжидать, пережидать, оно просто в какой-то момент пропало. Но она уже, благодаря Элисо, была вообще открыта ко всем пюрешам. Я до девяти месяцев всё это кормила в этот раз. А в Федене я кормила год и восемь. У меня большой опыт. И совушу где-то полтора года я кормила. То есть я последние семь... За последние семь лет, я недавно посчитала, год, в который я никого не носила, не рожала и не кормила, был один. Полтора года. Вот перерыва между кормлениями, беременностями и всем прочим. Последние семь лет я отдала потомство. Когда я ещё успевала по восемнадцать городов кататься, я уже не очень понимаю. Вот, кстати, как это возможно? Но я с каждым... У меня с каждым новым ребёнком так получилось смешно, что у меня была какая-то новая программа. Мы делали её, понимали, что мы едем в тур, и через какое-то время я обнаружила, что я беременна, и что я в туре сейчас буду беременна. А я, так как я уже призналась тебе, что... Но всё равно невольно я более внимательна, если мне человек интересен, на кого-то я подписана, ну, так, более формально. Ты тот, как бы, герой в Инстаграме, за которым я наблюдала. Спасибо. Да, это вот так и есть. И я в какое-то мгновение подумала, что ты рассталась с мужем. Вот как-то вот... Ну, то ли ты даже объявила об этом. Нет, я просто в какой-то момент мы перестали везде... Ну, вот что-то произошло, что я интуитивна, а я причём не собиратель... Сплетен. Сплетен. Это вообще... Прямо я последняя, которую узнаю о каких-то таких вещах. Ну, если тебе человек интересен, я про себя как-то отметила, и всё. Потом ты опять беременна. Думаю, как хорошо, что я всё напутала. Но ты представляешь, что я, значит, не напутала просто... Нет, нет, нет. Мы уже расстались. Мы уже год не жили вместе. Если вдруг мы хотим прояснить эту историю... Да, хотим. Ты спрашиваешь, расставались мы, не расставались. Мы расстались. Мы очень долго про это никому не говорили, потому что дети очень маленькие. И вообще я, к счастью, не такая светская фигура, которая должна объяснять, почему она появляется где-то без мужа. Мы долго очень пытались расстаться, разъехаться. Сходились обратно, потому что маленькие дети, потому что всё очень тяжело и плохо и трудно поодиночке и так далее. Мы расстались, и у меня начались другие отношения. Угу. Они были стремительные. Они сразу же... Сразу же стало понятно, что я села в какой-то опять не тот поезд. И когда они рассыпались через несколько месяцев, еще через месяц я обнаружила, что я жду ребёнка. Какой срок у тебя был? После того, как мы расстались. Семь недель. Угу. И я... И я... Это был эпический очень момент, потому что я была в Одессе в этот момент, и я осталась одна с двумя детьми там. Угу. А когда у тебя двое мальчишек неостановимых, и одному из них четыре года, а другому полтора, ты очень плохо спишь. Угу. Потому что они спят неподряд, их надо укладывать одного там, другого держать, чтобы он не... не шумел и так далее. Я тихо сходила с ума, потому что я осталась с ними одна, а няня у меня там не было. И я думаю, почему мне ко всему еще прочему так физически плохо? Может быть, я уже просто болею, у меня какое-то вот иммунное заболевание. А ты даже не догадывалась. Да, мы расстались очень, ну, резко, в один момент просто расстались и все. И мне стало понятно, что так, наверное, и должно быть. На самом деле мы, ну, без какого-то, без какой-то драмы расстались. Я просто поставила точку, потому что, ну, и мне стало понятно, что все едет на те же рельсы, к сожалению, когда ты ничего не разрулил в себе перед следующими отношениями, ты все равно влезешь в... Все прекрасно. Понимаешь, о чем, да? Эти спирали, они как бы одинаковые всегда. Абсолютно. Я и Сережа понимаю. Ты вызван, ты вызван. Пока ты этот урок не пройдешь, короче, ничего не изменится. Я сюда каждый день ходила гулять целых три года. Да. То есть я жила вот в той высотке, там, на другом конце. И я каждое утро выходила и сразу попадала в лес. Это было такое чудо, потому что в Москве таких мест очень мало, чтобы ты жил в очень комфортном доме, но выходил сразу в огромный лес. И тут бобры, тут утки. И я эти три года... Вот. Я эти три года... Ты знаешь, самое жесткое на гастролях, когда ты только улетел от своих детей, один из которых обязательно в соплях и не хочет тебя отпускать, и плачет. И первое, кого ты видишь в аэропорту, это какой-нибудь ребенок, который прям рыдает. Боже. Ну, это же мы жили здесь, и это были самые классные три года моей жизни и материнства. Я хочу все-таки закончить такую тему, что ты понимаешь, что ты, возможно, приболела. В общем, нет, я ничего об этом не знаю, представляешь? Но ты себя плохо чувствуешь. Я себя очень плохо чувствую, и я начинаю, например, еду куда-нибудь с мелким, и начинаю отъезжать, терять сознание на улице в Одессе. Или я, например, ем, и через сто метров мне нужно срочно отдать это все земле и обратно. И я понимаю, что я, скорее всего, подыхаю, что со мной на как бы на стрессе диком... А ты кормишь грудью еще? От недосыпа, да. А, ты вообще не можешь ничего тогда понять. Да, да. От недосыпа произошло какой-то сбой, и у меня началась какая-то, видимо, иммунная болезнь. Я приезжаю в Киев, иду к врачу, и врач мне выписывает направление. Я иду и узнаю, что тогда было типа шесть с половиной недель. Сердечко уже бьется. Я почти сразу эту новость сообщаю своему соавтору. Произведение. Соавтору. И в этот же день я понимаю, что я с этой новостью остаюсь наедине. Потому что у него такое, он пытается выпасть просто из этого кадра и как бы не знать. Он пытается выбрать, это не расслышать просто. Знаешь, как бывает. Вот. Мне нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Я звоню Сане и говорю, что мне очень нужно, чтобы он забрал детей ненадолго. Потому что мне очень физически плохо, и у меня начинаются мигрени. Такие гормональные, знаешь, когда вот резко меняется фон, и ты просто ничего не видишь. Тебя тошнит дальше, чем ты видишь и так далее. Вот. Я немножко собираю силами. Мне звонит моя мама в Киев. Я говорю, слушай, тут много всего происходит. Я с тобой, к сожалению, не могу сейчас об этом разговаривать. Она говорит, нет, нет, ты расскажи, я чувствую, что с тобой что-то творится. Хотя мама всегда поддерживала в каких-то... Ты знаешь, нет. У нас были жесткие 15 лет в моей жизни. Именно поэтому я очень боялась ее ставить в известность. Потому что она человек очень немолодой, уже очень нездоровый. Со своими там сложностями. У них очень хорошие с Саней отношения. Она до сих пор... С первым мужем. Ну, с мужем. С моим первым мужем, да. Не вполне как бы понимает, почему мы разошлись. И очень надеялась, что это как-то изменится, и мы помиримся и так далее. В общем, она говорит, расскажи мне сейчас. Я говорю, давай я вот приеду, мы поговорим. Нет, расскажи мне сейчас. Я говорю, мам, ну, у меня очень плохие новости, если что. Господи. На самом деле, они не очень плохие, но плохие... Слушай, слушай. Хотя это за охоту. Она говорит, какие? Нет, мне правда очень плохо, я в шоке. Я не понимаю, как я буду сейчас с этим выгребать. Ну, то есть, это год недееспособности в моем случае. Но ты не рассматриваешь... А я обеспечиваю... А я обеспечиваю... Я сейчас... В тот момент я рассматриваю все, потому что я в ужасе нахожусь. Я... У меня уже подписаны какие-то соглашения на 18 городов гастролей ближайшей осенью, которая вот уже через две недели стартует этот тур. На мне дети, которых я обеспечиваю. Это беременность через два года после последних родов. И организм еще находится, как ты понимаешь. Я только-только докормила. Я понимаю, что это все непросто. И, честно говоря, мое эмоциональное состояние и самоощущение оставляет настолько лучше выживать. Я в довольно такой сильной депрессии постстрессовой. Вот. Ну, что ты маме говорила? Я говорю, мам, у меня плохие новости. Я вот, типа, жду ребенка. И это уже такое довольно... Ну, в общем, сердце бьется. Я видела его вчера. Она говорит, ну, какие же это плохие новости? Это хорошие новости. Здорово. Ты была влюблена. Ты ни в чем не виновата. Мы этого ребенка будем любить так же, как твоих старших. И никому в обиду не дадим. Ой. И я сама не поверила, что я это слышу от мамы. Не просто, типа, что ты наделала там со своей жизнью и так далее. И ты знаешь, она не просто это сказала. Она была со мной в каждый адовый день следующего года, который после этого последовал. Потому что мне нужно было с этим токсикозом отработать. А другая беременность была, да, с девочкой? Вообще, как будто я никогда в жизни до этого никого не рожала. Это как будто я первый раз в жизни вообще попала в это. Ну, видимо, потому что просто был очень истощен организм и ментально, и физически. Мне нужно было с этим токсикозом отработать 18 городов. Когда тебя тошнит в аэропорту, тошнит в самолете и тошнит по прилету сразу. А Саня, например, вернулся в этот момент. Ну, ты сказала? Саня вернулся, чтобы ночевать с детьми, пока меня нет в вторе. А, ты сказал, что ты беременна? Я сказала, да. И он меня начал спрашивать, когда я разделываюсь с этой проблемой. Потому что он меня потом в дурдом не повезет. После того, как этот человек родится. В общем, он не был в восторге от этой перспективы, скажем, правда. Ни в один момент. Вот. Мне нужно было это все вынести. И мне нужно было самое сложное, конечно, в этом во всем оказалось, вынести абсолютно такое покер-фейс человека, который был моим соавтором в этом проекте. А он был рядом? Мы по работе пересекались еще несколько месяцев. Который сделал вид, что он меня не знает просто. Что он едва, может быть, второй раз в жизни со мной встречается. Вот. Это было очень трудно. Но ты с ним сейчас общаешься? Но ты не нуждаешься? Нет. Мне кажется, мы достигли такого возраста, Свет, что когда тебя круто предали один раз, можно не ждать, когда это случится во второй, в третий и в пятый раз. И не ждать, что что-то изменится. Ничего не изменилось. Ты знаешь, там такая как бы удивительная история. Мы очень много лет были до этого знакомы. Я была знакома со своей семьей. И они в какой-то момент все как будто, знаешь, превратились в свои какие-то страшные тени. Ну, не, наверное, они превратились в того, как они являлись. В тех временах они являлись. Знаешь, не хочу никаких параллелей, но я знаю, когда люди вдруг становятся, ну, как сказать, ну, наверное, тем, кем они были. Просто когда мы влюблены или когда… Да, мы, как бы сказать, мы выбираем всегда судить по себе, да, mind game. Мы знаем, что есть вещи, которых мы никогда бы не сделали с другими людьми, что даже если бы мы, ну, условно говоря, ты расстался с человеком, ты расстался, допустим, как-то не очень хорошо, но ты через неделю узнаешь, что он в больнице лежит с переломанной ногой. Ну, если у тебя просто есть какие-то зачатки, там, совести, эмпатии, не знаю, ты, конечно же, примчишься и что-то привезешь не потому, что ты надеешься все вернуть. Нет, это просто человеческое. Ну, просто человеческое, да. Вдруг я сталкиваюсь, что этого просто начисто нет, знаешь. То есть просто, если ты так выбрала, то у тебя просто нет больше, я тебя не знаю, я тебе не собираюсь, как бы, ни с чем помогать, никак тебя эмоционально вывозить, ничего, и мне ничего про это не интересно. Ну, это было очень больно, я могу сказать. Я первый раз в жизни ждала ребенка, который не нужен никому, кроме меня. Ну, мама еще твоя. Мама и подруги. Тут возникают подруги, которые являются настоящими мужиками в моей жизни, которые говорят, пожалуйста, не плачь, все сможем, найдем всех врачей. Теона Георгиевна Контридзе говорит мне, я звоню из Киева, говорю, Тео, блин, она говорит, что будут есть, а мы еще не знаем, что начинается пандемия. Ты понимаешь, это конец 19-го года, мы не знаем, что сейчас начнется, что сейчас все будут без работы, и все не будут знать, чем кормить. Что будут есть мои дети, будут есть твои дети. Говорит она, и эта фраза парадоксальная, я как-то думаю, нет, правда, я не пропаду, я совсем не так, как моя мама. Моя мама была по-настоящему матерью-одиночкой. Она родила меня в 40 лет, одна, она не была замужем, у нее умерли родители к этому моменту. Она жила в коммуналке на Малой Бронной, работала на трех работах в 90-е, чтобы меня прокормить. Она была действительно матерью-одиночкой, за ней не было ни одного человека. Если бы она сломалась, я бы осталась круглой сиротой, меня бы никто к себе не взял, и никто бы обо мне не позаботился. А у мамы не было подруг, да? Нет, у нее были друзья, как бы, ну, совсем не такого ранга и калибра, чтобы ей помочь, или финансово, или как-то. Другое время все равно еще было. Да, другое время, она очень взрослая была, это был ее какой-то такой решительный волевой шаг. Она тоже рассталась с моим отцом еще в беременность. А ты с ним общалась потом? Нет, никогда, он умер, когда мне было 6 лет. Вот. У тебя есть сестры, это вам с сестрой общаетесь? У меня есть сестры сводные, да. Ты общаешься? По нему. Ну, мы вот с младшей, мы хорошо знакомы и так пунктирно друг за другом следим. Не могу сказать, что часто видимся, но в курсе. Еще я старшая, старшая никогда не была мне представлена по-своему собственному. Ну, она не захотела. Как говорят, выбору, да. Вот. Ну, потому что мы результаты, видимо, предательства какого-то большого. А-а-а. Вот. Следующие дети в его жизни. Ну, ты знаешь, на самом деле, ты права все очень индивидуально. Моя мама, которая… Нет, я вообще не представляю. А если бы у меня была возможность познакомиться со своей сестрой какой-то. И вот она живая. И она очень… Мы все… Я видела фотографии. Мы все очень похожи друг на друга в детстве. Мы один ребенок, знаешь. Просто разные давности фотокарточки. Мне кажется, это какая-то человеческая природа, данность, доброта и широта души. Потому что моя мама, Софья Владимировна, которая родила меня в очень юном возрасте с папой, когда они разошлись, у моего вот как раз Виталия Витальевича, потом новая семья, даже не одна. Ну, вот потом вот сейчас… Уже давно они… Сыны прекрасные его сегодняшней женой. Там взрослые дети. Знаете, моя мама на дачу забирала их детей. И мы жили вместе каким-то образом. И не сказать, что моя мама пофигистка, а оставляла она внимание с бабушкой, с дедушкой, Владимира Борисовича, моего папы, который очень… Мы же полные сюрресть разобраться. Но так, наверное, и должно быть. Это взрослые отношения, разобравшиеся в себе люди, которые ничего не делят. Знаешь, меня тронула еще одна очень реакция у моего… Ну, у Сани были сложные, как ты понимаешь, с этим очень… Целый год, наверное, сражения с тем, что я приняла решение все-таки родить этого ребенка. А он рассчитывал, что вы можете сойтись? Нет, он не рассчитывал, что мы можем сойтись. Он просто знал, что он единственный, кто мне с этим поможет, к сожалению. Потому что у меня больше никого нет вокруг. Ну, и у нас так или иначе мы не расцепляемы из-за того, что у нас двое старших детей, понимаешь? Он их приходит там укладывать, он с ними ночует… Он хороший папа. Он очень хороший папа. Тут у меня нет вообще никаких вопросов. У нас был очень странный брак, хорошо, что он закончился. Но папа, он классный, и он понимал, что… Ну, это же невозможно их разделить по разным комнатам, с этими общаться, а с этой не общаться. Что-то тоже будет в какой-то степени его ребенок. Если ты приходишь к ним, ты приходишь и к ней. Если ты остаешься с ними, ты остаешься и с ней. Он прекрасно понимал, что это будет так. И для него, ну, я думаю, что он преодолел за этот год просто такой объем внутреннего сопротивления с этим. Но сейчас мы как-то… Она его как принимает? Она его обожает. Смех в этом. Она его обожает. Когда Саня приходит, она только не подпрыгивает вверх на метр, чтобы сразу на него забраться. Ну, это, наверное, не важно. И у него, ты знаешь, он прям, ну, как-то вот прогрыз эту стену в себе, пробился на свет. И он сейчас просто очень классно и очень спокойно с ним. То есть доходит до того, что у них была Пасха. Мои старшие дети сейчас у бабушки с дедушкой в Белгороде. Которые его родители. Да, его родители. У них была Пасха, которую они встречали следующим к вопросу о высоких отношениях. Следующим составом. Моя мама, моя дочь и Саня. Потому что они очень дружат с Саней. Саня перехватила... Это просто абсолютное чудо и счастье, ты понимаешь? И для детей. Да, мне повезло. Да, это хорошее... И вот еще один важный урок, очень важный урок. Мне преподнесла его мама. Мама Саня. Мама Саши, да, Галя. Когда я приехала, вот, совсем внутри этой истории. Мы реально недавно к этому... Ну, мы же год не жили вместе. Знаешь, еще наши родители думали, что мы просто поругались. И я говорю, что вот... Такая история, что я... Галя говорит. Жду ребенка и буду его рожать. Галя. Мама Саня. Да, да. И она говорит, ну, видишь, какая радость, у нас будет седьмая влочка. Фантастик. У меня такие выросли слезы, что я вышла, быстро села в машину и поехала поплакать в другое место, потому что она совершенно не должна была быть великодушной в этой ситуации. У нее есть два своих внука, которых она любит и за них отвечает. Но теперь она мне звонит, они сейчас там. Они ей рассказывают про Ришу, естественно, потому что в жизни обоих братьев это огромное событие, эта девочка. Ну, ты видела ее? Да, она чудовая абсолютно. Мы видели ее все. Федяна ее обожает, а он ее обожает. Он даже простил меня, что я родила себе нового ребенка, несмотря на то, что он малыш. Это хорошо, что девочка, я думаю. Они все время не рассказывают. И Галя мне звонит и говорит, ну, ты же привезешь ее в следующем году, когда она пойдет. Думаю, вот это круто. Галя, конечно, мы привезем Ришу. Ну, правда, это чудеса, это так и должно быть. Но мы знаем другие примеры. И вот у тебя, скажем так, биологический отец ребенка, они просто у тебя испарятся в вашей жизни. Как вот мой сделал, например, в свое время. А как твой? А ты обижена на него? Сейчас нет уже. Сейчас уже нет, потому что ты, мне кажется, предъявляешь невероятные претензии к своим родителям до определенного возраста, когда считаешь сам себя безгрешным в отношении ближайших людей. Тебе кажется, что тебе очень сильно недодали, тебя очень сильно согнули, сломали, тебе как бы нанесли травму, с которой невозможно жить. Потом ты становишься сначала взрослым и видишь, что есть ситуации, в которых ты будешь предателем по-любому, даже отдельно от своего выбора. А потом у тебя появляются твои собственные дети. И если их больше одного, ты понимаешь, на какие компромиссы приходится идти иногда, чтобы просто выжить между идеальным родителем и просто живым человеком. Приходится выбирать. Он не справился с кучей вещей, но он просто перестал быть демоном для меня, знаешь, который оставил вот это все, вот это советское, знаешь, такая история тяжеловесная, что вот он бросил женщину с ребенком. Он просто, ну как бы, он не справился сам с собой, судя по его письмам. И у меня был очень уникальный… Он тебе писал или маме? У меня был очень своеобразный эпизод. Я, кажется, не могу его рассказать сейчас. Фух, сейчас я выдохну. Это не просто для меня, видишь, все эти семейные штуки. Моя мама где-то месяц на шестом понимает, что она очень несчастна в этих отношениях, что это дом, в котором никто не смеется, что это дом, в котором никому не интересно, что с ней происходит, что это отношения, которые зашли в тупик, и что этот ребенок, который не нужен никому, кроме нее. А ей 40 лет? Ей 39 лет, да. Она уже знает, что она все равно как бы в любом случае родит меня, и как бы нет даже сомнений в этом. Она это очень как-то трезво принимает, уходит, очень быстро после этого переезжает в Москву, потому что понимает, что ей сейчас рожать. И все, дальше как-то след моего отца в рассказах теряется. Быстрая перемотка, мне 28 лет, я узнаю, что я беременна своим первым сыном. И я дико застегнут этим расплох. Я просто не знаю, что с этим сделать. Я как бы, у меня большие планы на жизнь, я много работаю, как бы все. И я иду, я понимаю, что у меня очень зацеплено это на отце, на предательстве, что детей я очень боюсь. И все, вот это, я иду в психотерапию и попадаю в московскую психологическую лабораторию 12. Есть такая крутейшая лаборатория в Москве. На семинар, который называется «Все дело в папе». И я там единственный человек среди еще 12 психотерапевтов начинающих. Я беременна на каком-то там втором-третьем месяце. И еще 10 будущих врачей. И я вижу, как 50-летние люди, уже лысые, уже со своими взрослыми детьми рыдают, пытаясь вспомнить что-то хорошее об отце. Какие травмы не избытые в очень взрослых людях. И я думаю, может быть, я зря делаю вид, что меня вообще это никак не коснулось. И что мне вообще не интересно про этого человека ничего. Как-то я выбрала просто затереть это место, знаешь, там такое слепое пятно. И там такое задание. Там много разных заданий, там много телесных практик. Ты вспоминаешь, ты там что-то отыгрываешь, переживаешь, расстановки. И вдруг такое задание. Вы должны вспомнить 5 самых классных вещей о своем отце. Прям чудесных воспоминаний. Хотя бы 5. И все такие, нет, это был ужасный человек, это был тиран, он пил, его все ненавидят. Ну, короче. А я говорю, ребят, да я бы даже и не против. Мне нечего сказать. Дело в том, что вообще они не общались, правда. То есть он исчез и как бы, ну и все. Ну и общалась моя бабушка, его мама. А его не было. Он занимался своей жизнью, а потом умер. Все. Как бы сказочки конец. Вспомните хоть что-нибудь. Я говорю, ну есть какая-то байка семейная, что он приходил к маме, в роддом. Может быть, это не байка. Я говорю, ну скорее всего ее придумали взрослые, чтобы не было такого мучительного стыда от этой ситуации. И я прихожу к маме. Говорю, мама. А правда, что он приходил ко мне в роддом, когда я родилась? Он говорит, да. И даже не раз. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну у меня даже записочки от него остались. Я говорю, мам, скажи, пожалуйста, а почему я вот сейчас об этом узнаю? Мне 28 лет, я жду ребенка. Она говорит, а ты никогда не спрашивала? Я говорю, ну как я должна была спросить? И она залезает, у нее такой стульчик берет такой продавленный, залезает и с серванта достает какой-то. Знаешь, как у Жванецкого был такой потертый портфельчик? Портфель. А там фейсбук, но только 30 лет назад. Там записочки, открыточки, там открыточки в роддом, там большие письма от ее подруг с поддержкой. Там такие трогательные вещи. И все, от руки люди переписывались листами целыми. И вдруг там такие мелкие, там прям в отдельном конверте такие мелкие записки, типа я приносил тебе книжек, но сегодня неприемный день оказывается. Оказывается, в роддоме бывают неприемные дни, я зайду завтра. Я рада, что все хорошо, как ты себя чувствуешь. Знаешь, такие очень простые, поразительно похожие на мой почерк. И вдруг такая открытка, знаешь, такая страшненькая. Я родилась 5 марта. У мамы была цель не родить меня 8-го, потому что что? Весь роддом пьет. Поэтому ей нужно было родить меня до 8 марта. И там такая открыточка страшненькая, с обезьянкой какой-то такой. 8 марта, такая стилизованная восьмерка. И там типа у меня еще нет имени, потому что мама ждала мальчика и не знала, что родится девчонка. Для мальчика имя было. Я должна была быть Федором. Поэтому у тебя Федор? Я открываю, и там написано. Слушай, я так рад, что все благополучно. Поздравляю с веснушкой. Большой буквы. Пусть все будет хорошо. Типа. С восьмым мартом. И я, знаешь, я это читаю и начинаю рыдать. Вот, наверное, как клоун в цирке рыдает. Дальше, чем первый ряд сидит. Я думаю, почему я это... Оказывается, я не была ребенком, которого никто не хотел. Оказывается, я не была человеком, которому никто не рад. Оказывается, я не была какой-то ужасной обузой, виной, стыдом и не пришей козекарман. Я просто, ну, как бы ничего не получилось. И это было досадно. Но он нашел в себе силы ее поздравить как-то, и быть каким-то человеком, и как-то сделать все. Ну, видишь, наши родители по какой-то неясненном причине не транслировали, не рассказывали. Потому что для них это тоже очень больно. Ты мне рассказываешь и про свое детство, и про свое восприятие. Потому что я тоже в детстве общалась с бабушкой, с мамой своего папы. И практически не общалась с папой. Да. И вот дальше то, что у меня происходит уже в моей взрослой жизни, я понимаю одно. Если я могу дать какой-то совет, или даже не совет, а как опыт, поучитесь говорить своими детьми, даже вот не бойтесь, говорите. То, что вам кажется, совершенно не важно или вам больно это проговорить, найдите в себе силы и возможность. Да, душевные силы, это очень важно. Это очень важно. Значит, она не скрывала ничего специального, но, видимо, у нее просто такой, ну, как бы, ребенка родить в одиночку в восемьдесят шестом году, после трудной беременности, сразу после переезда и всего прочего, у нее, в общем, было чем заняться. Она такая смелая, приехала в Москву. Знаешь, она вообще, я сейчас понимаю, немножко будучи в ее шкуре, ну, потому что одно дело, когда все-таки у вас там дисфункциональные, странные, прерывающиеся, но равновесные отношения, и вы делите ответственность за детей поровну. Да, безусловно. Другое дело, когда ты единственный взрослый, на самом деле, который за них отвечает, ну, по большому счету, финансово, эмоционально. Если с тобой что-то случится, весь этот карточный дом, да, он сложится просто. И я сейчас понимаю, что она просто супер бесстрашная была девчонка, в какие авантюры она опускалась, даже взрослая. Ну, видишь, она вот этот свой характер проявила с тобой в экстремальный момент твоей жизни, с твоей третьей беременностью. Да, и у них очень интересная, с мелкой, у первой полосковой, с третьей полосковой очень трогательная связь сейчас. Как зовут твоя мама? Моя мама зовут Алла Сергеевна, Алла Сергеевна Полоскова. Красиво. Алла Сергеевна Полоскова. А она писала стихи? Она не писала стихи, но если ее заставить какое-то воспоминание оформить в текст, я даже ее какое-то время просто усилием пыталась усадить за мемуары, потому что она помнит... Слушай, человек был в сознании, когда Сталина хоронили. Она помнит день, когда умер Сталин, и там в трауре был Советский Союз. Человек уже все осознавал, ей было 7 лет. То есть она, ну, владеет фантастической жизненной фактурой, я бы сказала. Она всю юность ходила в походы, она обошла всю эту страну. Она горнолыжница с сорокалетним стажем. Она на лыжи не встает, может быть, только последние два года, но ей просто 75 лет уже. Ну, то есть она... А ты катаешься? Нет. Я вообще, как сказать, она ждала парня, чтобы научить его кататься на лыжах, на водных лыжах, играть в шахматы, ходить в походы за палатками. Короче, у нее был большой план. А родилась я, которая ненавидит все это, физически, все вот эти вот, всю молочную кислоту вот эту. Не любишь молочную кислоту? Вообще не могу понять. А как ты собираешься на йогу прийти? Нет, йога другое. Йога – это служение. По йоге у меня даже был когда-то сертификат, что я инструктор. А, но тебе нужна гоня. Давно, 8 лет назад. Но, как бы, это другое дело, и это не адреналин. Она любит адреналин, и она любит проверять себя на прочность. Про отношения с родителями. Макодилы тоже я делала вот уже сейчас, взрослый человек. Я думаю, может быть, я не могу разобраться с тем, что у меня, потому что я сама не могу разобраться с своими детьми, потому что я не могу разобраться, что у меня происходит с моими родителями. Все то же самое. Пошла к человеку Светлане. Прекрасная. Она тоже сделала расстановки. Докопалась до таких вообще глубин, что я думаю, господи, ну это же так все очевидно и понятно, но ты живешь всю свою жизнь, уже взрослую, вот с этими тараканами в голове. Да. Потом Сережа туда пошел. Мне кажется, мы все должны копаться, а можно и не копаться. Ну нам это порой мешает выстраивать взрослую жизнь. Да, люди, которые говорят, что они лучше психотерапевтов, знают, что с ними происходит. У них просто, условно говоря, работает одна камера, с которой они получают изображение. А психотерапия, как я себе ее представляю, взлетает дрон над всей твоей жизнью и берет картинку очень далекую, очень масштабную, такую большую, что ты наконец видишь, что твои проблемы вот в этом изводе это просто четырехтысячное повторение родовое, которое идет. И в этот момент тебе становится смешно одновременно, потому что ты это думал. Такой исключительный и такой уникальный и несчастный. А с другой стороны, тебе становится очень свободно, потому что, помнишь, если ты это расцепишь, ты это просто не отправишь дальше по цепочке своим детям. Может быть, от чего-то ты их освободишь. Моя цель, вот последних, наверное, семи лет, меня Федян очень сильно погрузил вот в эти родовые сценарии мои. Мне очень хотелось ради этого ребенка разогнать хотя бы часть таракана в голове, чтобы подарить ему какую-то свободу потом. И он такой, он вообще, он уникальный просто парень. И я думаю, что если бы у меня был какой-то другой сын первый, мне бы потом не захотелось особо детей, но он был таким огромным подарком. То есть он прям подарок чистый, к нему нет вообще… Ни одного вопроса. Ни одного вопроса, да. Он просто из моего, из моей коробки. Я все время боялась, у меня были, ну, не классические страхи, типа там, как кормить, как укладывать, как я буду спать и так далее. А еще он какает. А у меня… Нет, это все меня вообще не пугало. Меня пугало… Меня пугало, что, знаете, вот как у Мойма в театре, у двух очень ярких экстравертных людей рождается ребенок вообще из другого набора, из другой коробки, совершенно тихий, замкнутый, который все это бесит, которому не нужно блистать, который хочет жить свою частную жизнь, никаких камер, ничего. Думаю, вот мне достанется какой-то супер интровертный мальчик, который никому не хочет, ну вот… И моя жизнь превратится в ужас, потому что я как бы… Ну, он мой прям, мой, мой, мой. Ну, это все дети твои. Сара. Ну, если посмотреть на них внимательно, то, конечно, они, как и все мои герои и персонажи… У меня же есть, например, такой цикл, который называется «Короткий метр». Там 25 героев. И, с одной стороны, это старухи, там какие-то одинокие, умирающие в хосписе люди или там совсем молодые девочки, которые пытаются разрушить свою жизнь эффектно или что-нибудь еще. Вроде они все разные. На самом деле, это, конечно, разные куски меня и голоса в моей голове. И дети мои, они в чем-то совсем другие, вообще новые. Но в некоторых каких-то ядерных каких-то, не знаю, самых глубинных корневых вещах они, конечно, все мои. Савуша наследовал мою упертость, мою ярость, мою прямоту. Федор? Да, Федор вообще самое большое сердце, которое я в жизни знаю. Всех простить, всех утешить, бусиночку найти, перенести, чтобы ее не переехали. Я говорю, слушай, я о тебе все время думаю. Просто знай, что даже когда я не рядом, я просто все время о тебе думаю. Он говорит, и я тоже все мысли, которые не о тебе, я отталкиваю. И думаю только те, которые про тебя. Вот это Федян, как он есть. Но он так правда чувствует? Да, да, он очень много чувствует. У него прям вот это чувствование, он развернут в чувствование целиком. Уши развернут в действие. Он как бы дикий зверь, который пришел дотянуться до этого мира и навести наконец в нем порядок. Он такой как бы красный кавалерист. А Федулик нет, он художник. Ну а девочку мою ты видела, она артистка. Светская, как знаешь, есть светская львица, а мне кажется это светский леленок. Да, вот представляешь, и при том, что мама нет. Мама нет. Ты открыта, ты легко, но у тебя в этом как часть твоей работы, извини. Я вот так это... Не-не, это даже не работа. Я никогда... Ну, то есть у меня нет никакой причины... Ну, не совсем. Я почти не появляюсь. Ну почему? Ну журнал ВОК, ты же фотографируешься. Меня позвали написать статью. Да. А меня сейчас тоже позвали. Ты о чем писала? Про 12 вещей, которые осознаешь с приходом детей в твою жизнь. Я отнеслась к этому как к творческому заданию, потому что я знаю очень хорошо девушку, которая меня об этом попросила. И когда мне сказали, что нас будет фотографировать Даня Головкина, которого я очень люблю, я очень обрадовалась. Это был чистый как бы творческий челлендж, но какие-то дальние прицелы. Я никому не знаю из мира, в котором ты живешь, поэтому я очень с большим интересом. Я считаю всегда твой инстаграм, потому что вот эти девочки как бы... А какие у меня там девочки? Ну, светская Москва, я ничего про нее не знаю вообще. Я не вхожа ни в один этот дом. Я даже сейчас думаю, а что же там за девочки? Какая красотка, как будто, извините, мы где-то под Лондоном. Да, да, да. Как будто Ричмонд или что-то в этом роде. Да, да, да. А ты рожал детей дома? Одного. Кого? Савушу. Савушу. Я выражала и Аришу тоже, но грянул карантин, и все стало очень сложно с этим. И преследуют сейчас акушеры, которые принимают роды дома очень сильно. Прям преследуют? Да, да. Очень давят на них. Это три самых лучших дня в моей жизни, когда родились мои дети. О том, что я человек очень непростой, как ты понимаешь. И со мной в схватках не то, что большой праздник находиться. И так далее. Они сделали так, что это были, что это дни, о которых я вспоминаю, просто с такой... А ты делала обезболивание? Нет. У меня не было ни одного вмешательства. Ни одного укола, ни одного стимулятора, ни одной эпидуралки. Ничего вообще. Ни одного раза. Я просто уходила в это целиком и очень старалась. Но как они готовят? Вот у меня моя подруга рожала дома. Она рассказала, мы готовились как? Она говорит, у меня это был праздник. Я сделала свечи в ванной, она как-то готовилась, поставила какую-то музыку. Ты знаешь, гораздо важнее свечей и музыки. Честно. Очень внимательно отнестись ко всем фазам и изучить все физиологические ступени того, что с тобой будет происходить. Да. Быть готовым внутри себя ко всем ощущениям, ко всем поворотам, которые последуют. У Инны про это есть свой отдельный курс. Я отнеслась к этому очень серьезно, потому что я очень боялась. Ну, то есть я была застигнута. Ну, ты три раза рожала с ней. Ну, ты три раза рожала с ней. Застигнута врасплох. И мне очень хотелось подготовиться по полной программе. Я пошла на курсы для беременных, я все конспектировала, я хотела вникнуть. И я очень благодарна, потому что ничто в этот момент… Ну, то есть она рассказывает о гормонах. Она рассказывает, почему естественные роды – это так важно. Она рассказывает о том, как запускается, там, не знаю, как легкие запускаются, как запускается эндокринная система, почему важно на грудь положить, почему важно это, почему важно то, что нам в голову никогда не придет, когда перерезаются пуповины, когда именно, почему в роддомах такие бесчеловечные абсолютно практики. А почему? Постсоветских. Потому что конвейер, потому что людям легче сэкономить время, потому что никто никого не ждет, всем друг на друга плевать. 95% женщин рожают под эпидуралкой, ничего не чувствуя, без всяких на то показаний. Я не рожала так, я так же, как ты рожала. Всем плевать, все хотят. Ой, избавьте меня, пожалуйста, выньте здорового ребеночка мне сразу, и не надо вот это вот ничего. Люди не знают о том, что эти вещи проникают в кровоток ребенка, которым ты рожаешь, что это очень тяжело, что это может остановить родовую деятельность, что это все рассинхронизирует и так далее. Я подготовилась, короче, и Федян очень классно родился. Когда ты увидел своего первого ребенка. Вау, ты посмотри. Для девочек, подростков зима еще вернется в следующем году, но цены будут другие. Ты посмотри, какие творческие ребята. Вот она стали холода, покрылась. А то что такое? А, мальчики знают. Сколько деревьев, я такие не вижу. Смотрите. А что это такое за дерево? На брокколи похоже. Я подумала, что это... Это макроброкколи. Я была ребенком матери-одиночки, очень взрослой, которой не было никакой помощи, никакого покровительства. Я училась на факультете журналистики МГУ. Можешь себе представить, какими людьми и женщинами я была окружена. Из каких семей были эти дети. Куда они ездили отдыхать. Как они себя чувствовали в мире и так далее. И, конечно, ну, иногда, когда я приходила в гости к ним, иногда, когда я оказывалась в каких-то квартирах баснословных, я очень, очень никогда... Мне было непонятно, почему одним все, а другим ничего. Почему мы это обсуждаем? Потому что мы сбежали из беседки. Да, сбежали из беседки. Где люди решили воспринять нас со Светланой Витальевной как комедию. И покомментировать, посидеть, пока мы обедали и красились. Но, с другой стороны, мы это понимаем уже с позиции какого-то нашего опыта, что это же их слабость. К сожалению, если человек совсем... Ты просто человек начитанный, образованный. И я думаю, что сегодня ты уже это не испытываешь даже. Нет, нет, ты знаешь, я настолько знаю... Ой, я бы вот, честно, вот об этом с собой 17-летней поговорила бы прям. Если бы я могла, я бы к себе пришла сейчас с 35-ти, куда-нибудь на первый курс, взяла бы за руки и сказала, Господи, котик, это все настолько не таково, насколько выглядит. Все эти лощеные там супруги и матери семейств. Все эти якобы идеальные картинки. Все эти лаковые фотки. Все эти сумасшедшие туфли. Ты даже не знаешь, обычно, что за этим бывает. Вы живете очень бедно. И, возможно, в некоторых глазах это нищета. Но у вас чистые отношения. Вы чистые люди. У вас внутри нет гнили. Вы как бы не убиваете друг друга. Не грызете друг друга. А что бывает в этих семьях? Насколько вообще деньги не эквивалент. Ни счастья. Ни любви. Ни равновесия душевного. Ни творчества. Ни дара. Ни какой-то коммуникационной одаренности. Ничего. Это ничего не гарантирует. Это просто бабло. А иногда оно обязывает и ограничивает так сильно, что не остается никакой свободы, никакого воздуха, ничего между людьми. Они живут, чтобы отбывать повинность перед своими деньгами вместе. Потому что они расстаться не могут. Они поделить их не смогут. Если меня сейчас посещает чувство зависти в 35 лет, то только чьей-то неугомонной фантазии. Только к человеку, из которого бьет фонтаном какая-то творческая энергия. То есть он творит каждый день. Он садится и пишет там, не знаю, холсты по 8 часов. Снимает по 10 часов какие-то там, не знаю, видео. Пишет музыку. Музыку, да. Как дышит. Без всякого сопротивления внутреннего. Вот к этому у меня прям настоящая взрослая белая зависть. Я всегда смотрю и думаю, вот боженька ручку прям держит над этой головой. И как хорошо, что это происходит. Я бы много за это дала. У меня творчество сцеплено всегда. Оно рядом с каким-то очень чувствительным сухожилием находится. Оно всегда болезненно. И там всегда это трудно все очень происходит. Все, что связано с написанием текстов, с их проживанием, с их окончанием. А как они к тебе приходят ночью, утром? Или ты можешь сесть? У тебя есть часы работы? Нет. Нет такого? Нет, нет. Я в этом смысле очень завидую людям. Опять же, к вопросу о зависти. Теперь я завидую людям, которые способны как лампочку это включать над собой. Так я работаю с часа до пяти. У меня... В десять утра за красивый письменный стол дубовый. И до пяти они работают. К ним никто не заходит. Они пишут нетленные произведения над ними. Помните, как в мультике фильм-фильм-фильм? Влетает муза. Влетает муза вот так с лирой. Да. Ровно по часам вот так работает. Да. И когда, о, все, можно, улетает. Я мечтаю, чтоб так было, но у меня вообще не так. И это никогда невозможно рассчитать. Можно... Мне случалось год молчать. Мне случалось не дописывать тексты месяцами. Не мочь закончить просто. Не нравится ничего. Ну, в общем, мне... У меня довольно мучительные отношения. Как ни странно. Хотя кажется, что я пишу бесконечно, выпускаю все бесконечно, читаю все новое всегда. Ну, просто этого много, этого несколько сотен, несколько сотен стихов. Наверное, по тысяче уже, к середине жизни. Но... Нет, это никогда легко мне не давалось. Ни в какой момент. А вот есть какая-то дисциплина? Ну, как раз Вера и говорит, что... Моя дисциплина в последние годы сводится к тому, чтобы свое эмоциональное состояние поддерживать на том уровне, когда они, в принципе, способны к тебе прорваться. Эти стихи. Потому что, если ты так устал, что ты ничего перед собой не видишь. Если ты зашился в своих бесконечных обязательствах, недоделанных делах, так, что горизонт темен перед тобой. Если ты... У тебя нет никакого продыха. Если ты очень обижен на кого-то, ты никогда ничего не напишешь. В общем, если ты... Как бы... Сансара тебя на своем колесе увезла в ад, и ты не можешь работать. Вот твоя задача как-то себя вот так изнутри как-то так держать над водой. Самое главное — это успевать условно замечать, как облака плывут, какого цвета. Небеса сегодня перед закатом. Как ребенок твой смеется. Потому что, если у тебя на этом оптика уже не может сфокусироваться, это значит, что ты просто не способен работать. И самое интересное, конечно, что раньше просто нужно было на минутку заткнуться и сесть, помолчать, и это начиналось само. Это писалось вместо рефератов, это делалось вместо подготовки к экзаменам. Ну, это было естественно, как дышать. А ты записываешь или ты ищешь? Я просто пытаюсь сам понять, как это происходит. Что-то приходит само, а что-то, как Цветаева писала в «Искусстве при свете совести» есть две богом данные строчки, и есть две строчки, которые ты к ним должен подобрать. И по этим вторым двум строчкам, которые ты подбираешь, измеряется твое мастерство. Поэт, помните? Я вот не помню. Почитайте. Это мое любимое руководство для начинающих писать стихи. «Искусство при свете совести» Марина Цветаева. Ты же знаешь, Марина Цветаева, она же волшебница. Ее стихи, ее письма, они приходят в тот момент, когда тебе это нужно. Я уж при всей моей любви к Цветаевой, допустим, письмо «Я тебя больше не люблю», что случилось, жизнь случилась, я прочитала не так давно. Вот так. Я как человек, который писал курсовую когда-то по ее запятным книжкам, они были только опубликованы в двухтысячных, а я их сразу же купила. У профессии, которой я собиралась заниматься, к ней нет никаких руководств, к ней нет инструкций, понимаешь? Да нет, конечно. Можно почитать какие-то самоучители для художников, можно почитать сто лучших фотографий, понять, как устроен свет, резкость, да? Никто не учит поэзии, нет такого, нет курсов мастерства поэтического. И мне очень нужно было у кого-то спросить, что мне нужно делать, что мне нужно делать. И вот эти записные книжки и искусство присвоения совести в свое время, они меня поразили беспощадностью регистрации всех этих темных зон, из которых приходят эти тексты. Всего самого… Ну, ты вот… извини, Вера, вот ты идешь, и у тебя в голове сейчас может возникнуть прямо в данный момент что-то, что у тебя вот прямо исчез, потом родится стихотворение. Здесь, конкретно в этом месте, было написано, ну, я не знаю, несколько десятков текстов. Ну, один текст, вот из этого места. Половина ответственного ребенка. Ну, это детские стихи, он счастливый. Ну, и хорошо. Сейчас одни стали песнями некоторые. Над водою тишина, легче пуха и пшена. Утки, как же нам такая красота разрешена. На закате над рекой Синий с золотом покой. Я не смел пошевелиться. Я забыл, кто я такой. Утки, есть такая грусть, будто и река, и куст знают все твои печали. Все тревоги. Наизусть. Это детский, а есть еще, я вспомнила, что в первую зиму, когда мы здесь жили с ледяном, был такой шок. Начинаешь скулить, как пес. Без языки не человек. Там вокруг историю взрывом отшвыривает назад, а здесь ветер идет сквозь лес, обдувая, как пену, снег. Так что легких не хватит это пересказать. Через толщу смерти, через тугой реактивный гул того будущего, что прет, как кислотный дождь. Говори все, как есть. Говори через «не могу». Говори, словно точно знаешь, на что идешь. Никогда не поймешь, что прав, не почувствуешь, как богат. Разве только четверостишая в такт ходьбе пробормочет старик, покидающий снегопад. И печально разулыбается сам себе. И печально разулыбается сам себе. Здравствуйте! Ой, солнышко, солнышко бесит! Скажи, солнышко бесит! Нормально, так что, теперь милый. Солнышко бесит! Скажи, у меня! Зарядь тепло! Ну что, ура! Ну ладно, блин! Так приятно! Теперь не знаем, когда в Москве играть. Тут все время... Зарядь прекрасна! Мне тоже. Мне тоже понравилось. На первом, на втором, на раннем, на последнем. Нет, на среднем. Отлично! Всех бросила! Такой украшенный человек! Я прям... Я немножко как-то дрожу! Я такая мобика! Я сразу чувствую такую крошечку! Давайте я вам помогу! Мои хорошие! Классного вам дня! Очень сладкие дети! Наслаждайтесь! Наконец-то потеплело! Сереж, есть у тебя еще какой-то ко мне вопрос? А может быть, я у тебя что-то? Давай! Вот спроси у меня! Давай! Что самое сложное в жизни со Светланы Витальевны Бондарчук? К чему ты вообще оказался не готов, когда ты влюбился? Ну, во-первых, это сильно поменяло мою жизнь в смысле социально... И публичности! ...публичности! То есть я как бы не то, что был к этому не готов, у меня были какие-то минуты славы в моей жизни, но они меня как бы... Может быть, к этому и подготовили, что у меня не было ощущения, что вообще все изменилось. Порой я задавался вопросом, честен ли я с собой? Не повело ли меня вперед тщеславие? Знаешь, как вот, я помню, цыпка на эту фразу меня запомнила смешно. Люди с телевизора постепенно перетекают в записную книжку. Представляешь, а это то, что меня так и не простил бывший мой супруг. Что у него смешно? Он настолько не... Для него, как тоже для творческой единицы, это оказалось непереносимо, что мне всегда по умолчанию в компании уделяется больше внимания, чем ему, потому что он как бы заслуживает этого не меньше. И я, кстати, не сомневаюсь, что он заслуживает этого не меньше. Просто когда мы познакомились, я уже была тем, кем я была. У меня уже было две книжки, я уже выступала, мне было 25 лет, про меня все уже было понятно. И самое интересное, что мы это проговаривали на старте, что эта жизнь, она очень своеобразная. Иногда она... Ты как бы в стеклянной банке живешь, ты проницаем очень сильно, и что к этому надо быть готовым. И мы согласились, что так и будет, он будет моим тылом, как бы, он будет с той стороны, он будет за меня. И оказалось, что он с этим не справился абсолютно, и что ему в какой-то момент мы перестали обсуждать вообще... То есть было худшим оскорблением при нем начать обсуждать какие-то мои интервью, какие-то мои выступления, что-то, что-то, потому что это ранило его просто напрямую. Он дико бесился и раздражался. Вот, к счастью, сейчас, сейчас, как-то это сошло... Ну, в общем, стоит разъехаться с человеком, как вы начинаете, в общем, замечать друг в друге давно забытые. В этом смысле меня совершенно, ну, как бы, застигает врасплох, когда мне говорят, ну, вот, когда ты выйдешь замуж, типа, в следующий раз, я понимаю, что для меня это точно такой бед, в который не надо попадать. Вот, то есть из того состояния, в котором я сейчас, мне кажется, максимум усилий уходит на поддержание осознанности, что мне вообще не нужны сейчас некие отношения. Вот сейчас такой момент. То есть я два года не в них, вот я два года как бы выбираюсь сама, как могу. Я только себе немножко по частям вернула себя, я только обрела какое-то равновесие, я только почувствовала, что туда, где я пришла, это не ужас, и не бездна, и не одиночество, и не кошмар, и что это не бесконечная гонка с горящими булавами, жонглирование, когда у тебя куча детей, куча работы, и ты должен это все как-то синхронизировать друг с другом. Я поняла, что если сейчас я окажусь в каких-то отношениях, это просто может все разрушить. Я в очередной раз подумала, мне кто-то пожелал, типа, я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас была взаимная любовь, вот это все, я поняла, что мне очень далеко даже просто до равновесия с собой, чтобы еще приводить в ту ситуацию, в которой я сейчас, еще какого-то, не дай бог, человека другого, со стороны. И то есть все, что я могу себе пожелать, это вот какого-то просто, ну, здоровья, покоя, вправление вывихов ума, которые привели меня в ту точку, в которой я сейчас нахожусь, моих невозможных ожиданий, невозможных отношений. Просто примириться с собой, потому что в России женщина, которая не в отношениях состоит, она по умолчанию очень неполноценное существо, ее надо жалеть, она достойна сочувствия. Сереж, ты так понимаешь? Конечно, ей все желают сразу мужика хорошего, когда, когда видят, что он… Мужика тебе хорошего? Да, и это как бы, это неплохо, но только если его есть куда поставить в этом большом хозяйстве, потому что, если у тебя такой mess, что ты едва успеваешь как-то осознавать себя здесь и сейчас, не надо отношений. Побудьте с собой, поищите, где вы в этом во всем, заметьте себя. Я только-только поняла, что мне тут, я рассказывала Свете, что мне написали. Вот теперь вы многодетная мать-одиночка средних лет. Расскажите нам… Разведенное. Расскажите нам, как там что-то… Я просто прочитала это сочетание слов. Не возьму еще. Как-то у меня возникла какая-то такая картинка из «Москвы слезам не верит». Я поняла, что я покрываюсь просто холодным потом от того, что это имеет все ко мне какое-то отношение, оно формально, возможно, имеет. Но я очень счастливый человек внутри. Я совершенно в другом отношении и состоянии, в котором находятся матери-одиночки. У меня много друзей настоящих. У меня есть мама, у меня там жив отец моих детей, у меня есть я, у которой есть имя, любимая работа, которая способна дать им образование, которая не думает, чем их кормить, где хлеб взять на завтра. Это настолько не имеет на самом деле. Я настолько не женщина трудной судьбы. Это знаешь откуда это? И не хочу ассоциироваться с никакой женщиной трудной судьбы. Я очень счастливый человек. Я недавно себе вернула это чувство, что я на своем месте, что я очень счастливый человек. Все не так повернулось, как я хотела. Наверное, никто не ожидает в своей жизни такого поворота. Но все вообще совсем не так плохо, как мне казалось еще год назад. На самом деле все классно. Я со всем справляюсь. И дети мои огромные мотиваторы. Я их обожаю. И, ну, с самой собой, вот, ну, сейчас я поехала в тур снова, у меня есть работа. Я возвращаю удовольствие от того, когда у тебя. Ты востребован. Будем покупать билеты на твой концерт. Вот так. А я Сережа встретила в тот день, когда я вот эту мысль себе пришла домой, села на кухоньку и сказала, Свет, какое счастье быть одной. Вот так осознанно, совершенно с пониманием. Вот это ближе к правде. Не просто хочу замуж. Пожалуйста, пошли мне, Господи, простите, очень красивый там наверху такой свет. Мне кажется, что просто советская традиция, вот эта истерическая, держаться за мужчину любой ценой, спасать отношения, которые изжили себя любой ценой. Быть в браке, даже если он наносит тебе прямые психические увечья любой ценой. И ты как-то неполноценно, вроде как, близ мужчины. Это вроде как не... Это заставляет нас действовать из совершенно других, в общем, против себя, вопреки себе. Потому что сейчас уже, конечно, понятно, что, прежде всего, как сказать, лучше, чем отношения с собой, у тебя не будет отношений. Ты никогда не будешь в отношениях более гармоничных, глубоких и классных, чем ты сам с собой. Если ты сам себя ненавидишь, если ты колечко, если у тебя половинка, и ты ищешь вторую половинку из другого колечка, чтобы соединиться в целого человека, как мы все любим эти сказки, про половинки, про двух как бы разделенных по половине людей, там одноногих, одноруких, которых надо сшить в какое-то одно, это обречено, это созависимость, страдания, абьюз и медленное умирание души, пока ты не станешь целым сам для себя, пока ты сам себя не встретишь, не поймешь, не увидишь, как тебе классно самому собой, ты никого не найдешь. И я в этом абсолютно уверена. И мне до этого еще так не близко, что когда мне желают срочно кого-нибудь встретить, кто решит все мои проблемы, я говорю, ребят, я уже, вот, да, been there, done that, так не работает. Ох, а ты знаешь, что это манифест, это реально манифест, а ты сейчас сказала то, что хотят услышать огромное количество женщин, потому что стереотипы нашего воспитания, ДНК, ну в этом смысле абсолютно ущербный, пока еще. Ну на патриархат такой классический. Да, да, что здесь не играет роль ни возраст, ни образование, ни количества детей, ни количества до браков. Это просто такая индивидуальная вещь. Но мы имеем право на эту индивидуальность. Конечно. Вот так, да, наверное? Я пытаюсь нащупать, где, где мое, где не мое, заново передоговориться с собой обо всех вещах, которые меня окружают. И это очень-очень интересно. Мне очень понравилось обращение братья, сестры и не бинарные. И не бинарные. Вот так мы к вам и обратимся. Братья, сестры и не бинарные. Что мы хотим вас попросить? Мы хотим, чтобы вы подписались на канал Света вокруг Света, потому что вас ожидает много открытий и обретений. Любви и рок-н-ролла. Света и не бинарные. Ух-ху!